Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами посмотрим рабочие тетради по математике за 17 число. Здесь детки выполняли небольшую самостоятельную работу. Да, мы подводили итоги по тому, что изучили. Ну, вроде как, чуть-чуть захотелось. Дети, знаете, иногда выявляют желание поработать самостоятельно. И, кстати, на удивление, дети очень любят работать самостоятельно. Если на уроке они не очень охотно занимаются, то дай волю. Вот раздел, что узнали, чему научились, это вот прям их стезя. Это вот прям им очень и очень нравится. Я не знаю, напишите в комментариях, кому тоже нравится самостоятельно работать. Вот на уроке вроде бы как не особо хочется, да? А самостоятельно хлебом не корми. В общем, перед началом ролика, пока вы пишете комментарии свои, также не забудьте подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также не забудьте, ну, я не знаю, прожать лайк, если вам нравится. Можно прожать лайк авансом. И также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. Если вдруг вы случайно попали на мой канал и думаете, «Хм, это немножко не моё», подумайте. Может быть, меня есть кому порекомендовать. Может быть, вы посоветуете меня своим подругам, друзьям, братьям, сёстрам, мамам, папам и так далее и тому подобное. В общем, чем нас больше, тем лучше. В общем, без лишних слов, давайте начинать. В начале поработали устно, буквально два-два с половиной упражнения мы поработали устно, затем мы перешли уже к самостоятельной, к письменной части детей, так сказать. Первое, что нам здесь нужно сделать, что нас здесь встречает, это задание под номером три. Что нам было нужно сделать? Нам нужно выразить в других единицах измерения, то есть в метрах, в граммах и в квадратных сантиметрах. Да, тут не подписано, но здесь и так, в принципе, оно и понятно. В принципе, один, два, три. Мы всегда смотрим, во что переводить по последнему. Вот, например, да, два километра, ноль тридцать метров. Во что переводить? В метры. Это у нас с тобой будет две тысячи тридцать метров. Верно? Верно. Шесть километров. Сколько у нас с тобой будет тысяч метров? Шесть тысяч метров. Шесть километров. Ноль, ноль, пять метров. У нас с тобой будет шесть тысяч пять метров. Потому что в одном километре шесть тысяч... В одном километре... Что я говорила? В одном километре тысяча метров. В шести километрах шесть тысяч метров. Да если к шести километрам прибавить еще пять метров, получится шесть тысяч пять метров. Ребят, вам не кажется, что немножечко как будто бы, да, Да, сменился цветокор, но я вроде ничего такого не делала. Вот видите? Какая ты, Лариса Васильевна. Вот смотри, опять что творит? Что творит? А вот, ну что творит? Ну хоть не темней, бога ради. Так, здесь у ребёночка всё правильно, тут у него всё хорошо. Дальше мы переходим ко второй части данного задания. Это перевести из единиц в граммы. 2 килограмма 0,30 грамм, это 2030 грамм. 6 центнеров это 600, правильно, 600 грамм, 600 тысяч грамм. Правильно, 6 центнеров это 600 тысяч грамм, правильно. 6 центнеров 0,5 грамм, это, нет, неправильно, нет, 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 ни в коем случае, это 605 тысяч грамм. Здесь немножечко не так распределил, как стоило бы. И дальше давайте посмотрим на квадратные сантиметры. Вам здесь немножечко не видно, но оно, в принципе, как и всегда, да? Поэтому мы уже на это внимание обращаем. 8 метров квадратных. В чём у нас измеряется площадь? А? 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 Ну-ка, ну-ка, быстро все в комментариях побежали, написали. Молодцы, я вас верила. Ох уж эти дециметры, да? Ставь лайк, если ты не очень в них шаришь, так сказать. У многих детей проблемы с дециметрами, у многих. Вот прям как пить дать, вам говорю, что у очень и очень многих. Так, сейчас мы тут вот аккуратненько всё это сделаем. Сейчас мы всё это... Что у нас здесь с тобой? Что это такое? Ага. Дальше нас с тобой встречает задание под номером 5. Под номером 5. Я уже вижу, что здесь немножечко неправильно, но это, в принципе, не беда, это, в принципе, не проблема. Нам нужно выписать в первый столбик название единиц. Название единиц длины. В первом столбике у нас с тобой должна быть длина. Второй – это масса. И третий – это время. Немножечко поменял местами, так сказать, столбики, но это не проблема. Я вот здесь вот чуть-чуть, да, немножечко подправила. Это не проблема. Сейчас мы посмотрим. Если здесь всё правильно, то это вообще небольшая проблема. Ну, немножечко перепутал. Ну, перепутал и перепутал. Что бубнить-то? Самое главное, что всё правильно было. И дальше нам здесь представлены как раз-таки названия единиц времени. Это килограмм, грамм, час, сантиметр, дециметр, минута, миллиметр, тонна, секунда, век, центнер, сутки и так далее и тому подобное. Ну, что так далее и тому подобное? И всё. Так, ну, давайте начнём с единиц времени. Нет, давайте всё-таки с длины начнём. Раз уж он первый, да, у нас здесь с тобой разрешила сокращать. Они мне, Влада Николаевна, а можно сокращать? Я говорю, можно, золотые мои, можно сокращать, сколько вам влезет, как это принято, да, по вот этой таблице мер. Например, пожалуйста, понятно, что это метр, да, если это единица длины, понятно, что это метр. Сантиметр имеет место быть, дециметр имеет место быть, миллиметр имеет место быть и километр, конечно же, имеет место быть. Это всё единицы длины. Метр, сантиметр, дециметр, миллиметр, километр – всё это единицы длины. Дальше у нас с тобой должно быть единица масс. Единица масса – это килограмм, правильно, грамм – да, тонна – да, и центнер – да. Совершенно верно. Все это абсолютно верно. И дальше идут единицы времени. Это час, это минута, это секунда, это век и это сутки. Правильно, умничка. Умничка. Сейчас вот опять одна ошибка в третьем задании. Будете мне писать, если у меня сейчас больше ошибок не будет. Да, захочу поставить четверку, будете мне писать. А, как это четверка? Почему четверка? Там ведь всего одна ошибка. Да ладно, ладно, ладно вам, перестаньте. Давайте посмотрим, что у нас здесь дальше. Ну, мало ли оно что. Дальше у нас было задание седьмое. В задании седьмом нам нужно вставить пропущенное название единицы длины, массы времени, чтобы получились верные равенства. Тут, на самом деле, вариантов ответов большое-большое количество. То есть, один равен чему-то десятью. Чему-то десяти. То есть, один чего-то. Это может быть один сантиметр десять миллиметров. Это может быть один дециметр десять сантиметров. Это может быть один метр десять дециметров. Это даже может быть однотонной десять центнеров. Вот так. И все это мы, кстати, между прочим, проговорили. поэтому я не думаю, что здесь должны быть какие-то ошибки. Один сантиметр, десять миллиметров, правильно. Затем один килограмм, ну, давайте так, один что-то равен тысяче чего-то. Это может быть и один килограмм, и один метр, и миллиметры, и один килограмм, и граммы. Здесь ребёнок выбрал один килограмм равен одной тысяче грамм, правильно. Затем один равен чему-то, что равно 100. Это может быть и метр, один метр равен 10 сантиметрам. Это может быть и один дециметр, который равен 100 миллиметрам. Это может быть и один центнер, который равен 100 килограмм. Это может быть всё, что угодно на ваш вкус. Но тут правильно. Дальше. Один и шестьдесят. Один час – это только не 60 секунд, а 60 минут. Вот нам и вторая ошибочка. Вот это я приму как за небольшой недочёт. Так. Один час. Если секунда, то тут надо было написать одну минуту. Одна минута равна 60 секундам. А один час равен 60 минутам. Небольшой недочёт. Дальше у нас с вами идёт номер девятый. Здесь нужно узнать, сколько минут составляет 2 часа. А сколько минут составляет 60 секунд. Сколько часов и минут составляет 65 минут, 70 минут и 90 минут. Вы видите это? Видите. Давайте смотреть, давайте проверять. Значит, 2 часа – это 120 минут, потому что в одном часе 60 минут. 60 плюс 60 будет 120. То есть 2 часа равно 120 минутам. 60 секунд – это 1 минута, да? Как мы здесь до этого с вами говорили. 65 минут. Час у нас с вами длится 60 минут. Значит, вот здесь уже есть 1 час. 1 час. И сколько в остатках остаётся? 5 минут. 65 минут – это 1 час и 5 минут. 70 минут. 70 минут. 1 час – это 60 минут. Из 70 отнимай 60. Можно ещё и так. Получится в остатке сколько? 10 минут. То есть 70 минут – это 1 час и 10 минут. 90 минут из 90 отнимай 30, да? Ой, фу, 30. И 60, господи. Из 90 отнимай 60. Сколько? 30. Правильно. Значит, 90 минут – это 1 час и 30 минут. Правильно? Правильно. И напоследок у нас с вами остаются примеры. Я… Мне вот сразу дети… А если мы не успеем? Я говорю, ребят, тут такие лёгкие задания. Вот даже при условии того, что мы сейчас минут 10-12 устно разобрали, несколько проговорили, да? У вас всё равно останется куча времени, чтобы, так сказать, решить все эти задания. То есть не может быть такого, что не хватит времени. Не может быть такого. Это просто невозможно. Поэтому надеюсь, что они есть у всех. Не знаю, какие нам сегодня тетради попадутся, но надеюсь, они есть у всех, по крайней мере. Так. А как мне учебник-то теперь перелеснуть? Вот в чём вопрос. Вот понимаете, мне же вечно так. У меня нет места абсолютно никакого. Никогда. Ну, ещё и цветокор мы поменяем. Конечно. Конечно. А куда? Пока я здесь всё настраиваю, можете проделать все свои функции. Ну, в плане того, чтобы подписаться, лайк прожать, перейти, подписаться на телеграм-канал. Вот. Что-нибудь приятное в комментариях написать, как вы сегодня день провели, как дела у вас вообще, в принципе. Так, ладно, давай смотреть. 24 плюс 8 умножить на 4. Это у нас твоё первое действие в скобках абсолютно всегда. Это у нас твоё второе действие за скобкой. 24 плюс 8 будет 32. 32 умножить на 4 будет 128. Это неправильно. 56 минус 18. Почему 18? А, вот мне говорят, почему у вас скобки похожи? На что там, на интегралы или на что мне сказали? Почему у детей скобки похожи? Ну, вот что ж мне теперь? Я не научила скобки их рисовать. Давайте ещё в этом меня обвиним. Думал, 18. 56 минус 8 умножить на 4 плюс 24. Если у нас в скобках вот такая вот солянка появляется, мы смотрим, вспоминаем, да, что первым действием всегда идёт умножение или деление, а вторым вычитание или сложение. 8 умножить на 4. Дело нехитрое. 32. 32 плюс 2, 4. Дело нехитрое. 56. 56 минус 56. Получится 0. 56 минус 24 разделить на 8. Получится 4. Давай смотреть. Первое действие, второе действие. 56 минус 24 будет 32. Видите, оно всё между собой взаимосвязано. Вот вы сейчас в этом убедитесь. 32, 56, 32, 56. Тут 32, тут 56, 32. 24, давайте. Оно всё взаимосвязано между собой. 32 разделить на 8. Вспоминаем таблицу умножения на 8. 4. Да, 4, всё правильно. 56 разделить на 7 умножить на 4 минус 24. Это будет первое действие, это будет второе действие. Видите, независимо от того, плюс это или минус, здесь у нас с тобой будет всё равно второе действие. 7 умножить на 4, дело нехитрое, 28. 28 минус 24 получится, дело нехитрое, 4. И 56 разделить на 4 у нас получится 4. Но это вне табличных случаях деления, поэтому мы будем подбором всё это делать. Да, 14. Ну-ка, чтоб я лист больше не переворачивала. Одна ошибка, две ошибки, три ошибки, три ошибки с половиной, грубо говоря. Так, и остатки. Ну, домашки здесь нет, как вы понимаете. Почему её нет, думаю, объяснять не нужно. 56 разделить на 4 умножить на 0 плюс 28. Первое действие, ну, тут по порядку всё. 56 разделить на 4, мы с тобой знаем, уже будет 14. 14 умножить на 0 будет 0, и 0 плюс 28 будет 28. 4 умножить на 24 минус 56 разделить на 4. 4 умножить на 24 у нас с тобой получится 96. Здесь у нас с тобой, мы знаем, будет 14. 96 минус 14 получится 82. Правильно? Правильно. Вот сказала, что не буду перелистывать, а всё равно буду перелистывать. Ну, куда же деться? Вот такая вот я неоднозначная. Так, значит, в центнерах один раз ошибся, в секундах второй раз ошибся, одна вычислительная ошибка. Ну, я говорю, 3,5, ну, это сложновато, да, здесь прям сложновато. Нет, ну, здесь, наверное, троечка. Тут, наверное, троечка, потому что задания очень лёгкие, очень лёгкие ошибки тоже очень лёгкие. Тут одна вычислительная, тут перепутал, там перепутал, там не допутал. Либо это 4 с минусом, либо это прям троечка хорошая. Ну, нет, давайте всё-таки поставим 4 с минусом. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы, да. Вот, я обязательно всё прочитаю, чекаю все ваши комментарии, с удовольствием всё это посмотрю. Давайте с вами перейдём к следующей тетрадочке, посмотрим следующую работу. Она прям какая-то небольшая. Что-то мне показалось, что эта работа больше. Так. Чтоб было удобно, чтоб было комфортно, чтоб всё было отлично, прекрасно и педантично. Так. Сейчас вспомню слово педантичность. Какое отношение имеет ко мне? Ой-ой-ой-ой-ой. Две. Так. Вот здесь надо было начинать писать. Куда же ты? Куда же ты убёг? Почему ты так далёк от номера? Классная работа. Ну, сейчас мы тут с вами всё посмотрим. Да. Может быть, мне тут тетрадочку. Да. Спасибо большое. Что-то я сразу внимания-то не обратила. Тут задание вообще не понято. Здесь ребёнок просто всё списал и всё. Ну, то есть, два километра тридцать... Ещё и неправильно списал. Да. Шесть километров. Ну, то есть, здесь нужно было написать, а этого нет. Два килограмма, ноль тридцать грамм, сколько? Сколько это? Шесть центнеров. Сколько это? Шесть центнеров. Ноль пять килограмм. И вообще килограмм или это, я не знаю. Восемь метров квадратных, сорок дмэ квадратных, четыреста восемь метров квадратных. То есть, это прям всё неправильно. Задание не понял. Задание не понял. Ну, то есть... Ой... Давайте так. Помните поговорку «Смотрю в книгу, а вижу, что?» Вот. А вижу, как мне учительница написала, что я задание не понял. Ну, это, конечно, всё... Смеяться-то я могу. Но это всё очень печально. Я уж не знаю, как вам. А мне всегда очень печально такое видеть. Это ошибка. Так. Длина. Длина. Название длины. Длина. Ну, только слово «длина» пишется немножечко не так. Да? Ну... Как бы чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть. Длина. Она как бы с одной «н» пишется. У нас тут вот... У нас тут ещё и русский язык затрагивается. Ну, по крайней мере, длина, масса, время. По крайней мере, расставлено правильно. Но, опять же, не там пишут. Вот тут надо начинать. То есть, одна клетка. Длина. Метр. Тут полностью пишут. Метр. Дециметр. Де-ци-метр. Ки-ло-метр. А ещё где? Метр. А где см? Сантиметр. Где? Где миллиметр? Да? Не хватает. То есть, метр есть. Дециметр есть. Километр есть. А сантиметра и миллиметра нет. То есть, один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Да, не хватает. Масса. Ки-ло-грам-м. М-м. Дальше у нас с тобой идёт грам-м. М-м. Дальше у нас с тобой тонна. И у нас с тобой цен-т-нер. Давай смотреть килограмм, грамм, тонн и цен-т-нер. И время. Час, минута, секунда, век, сутку. Сутки. Сутки. С какой уткой? Да, сутки. Какие утки? Час, минута, секунда, век, сутки. Да, ну, ты же один, два. Ай-яй. Ой-ёй. И так тоже можно сказать. Хочешь, ай-яй. Хочешь, ой-ёй. Тут любую эмоцию можно, в принципе, в этот выбихот пустить. Так, что у нас здесь? Давай смотреть. Это у нас с тобой седьмое задание. В седьмом задании нам с тобой надо, значит, один дециметр, это десять сантиметров. Правильно. Один километр, это тысяча метров. Правильно. Один метр, это сто сантиметров. Правильно. Одна минута, это шестьдесят секунд. Правильно. Тут вопросов я не имею абсолютно никаких. Всё отлично, всё хорошо. Дай бог, чтобы так было дальше. Но здесь тоже, видите, на одну клетку ошибся. А здесь не ошибся. Вот знает или не знает? Вот как доверять? Да? Как проверить? Проверить, вот он специально это делает или нет? Два часа сто двадцать минут, шестьдесят секунд одна минута, шестьдесят пять, это один час пять минут, семьдесят один час десять минут, и один час двадцать минут. Ну как это двадцать? Шестьдесят семьдесят восемьдесят тогда будет, а здесь нет. Здесь у нас с тобой тридцать. Ошибка. И давай посмотрим на примеры. Я безумно рада, что у нас с тобой здесь есть порядок действия. Это уже просто невероятно. Это просто отлично. Первое действие, второе действие. Тридцать два. Проверить пятьдесят шесть минут, шестьдесят пятьдесят 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 пятьде здравствуйте. Опять неправильно списано. Хорошо. Первое, второе. Хорошо. Давай смотреть. 4 умножить на 24. У нас с тобой получится 96. Все правильно. Это у нас с тобой получается 56... Подожди, а я куда смотрю-то? А, вот куда надо... Господи! Так, 56 разделить на 4. Будет 14. Получается 8 плюс... То есть, это второе действие. То есть, 14 умножай на 8. Тут ребенок ошибся. Здесь получится 112. Он вместо 0 написал 8. Но если сейчас будет правильно, то да, все хорошо. И 112 мы прибавляем. 28. 140. Все правильно. 4 умножить на 24. 96. 56 разделить на 4. 14. 18. Все правильно. Одно задание полностью неверно. Один, два, две, три. Но это прям тройка. И это прям тройка. Прям тройка, тройка, тройка. Как говорится, тройка, 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 тройка. Белых лошадей. Все, Влада Николаевна уже новогоднее настроение. Всех вас с хэппи-ньюи. За окном сегодня снежище выпал. Обалдеть просто. Просто невероятно. Какой снег за окном. Ну, я уж преувеличиваю, конечно. Не такой уж он... Не так уж его и много, но он продолжает идти. Дождались. А то у всех уже пороси снег выпало. Я все без снега сижу. Ой, Господи. Давайте посмотрим последнюю тетрадь. Раз уж вы проголосовали в телеграм-канале, на который, я надеюсь, вы подписаны, что вам нравятся ролики, которые больше 30 минут. Я с удовольствием вам их представляю. Поэтому давайте проверим третий, чтобы было больше. 2 километра 30 метров. Это 2 метра. 2000 метров 30 метров. 6 километров 6 тысяч метров. 6 километров. Значит, у нас с тобой... Так, 0,05 метров. Это 6 тысяч 5 метров. 2 килограмма. Вот не люблю я эту грязь. 0,30 грамм у нас с тобой. 2 тысячи 30 грамм. 6 центнеров у нас с тобой... А почему? Я не пойму. Подожди. У нас... Так, неправильно. Да, в первой я исправила. Это неправильно. Все, господи, а то я запуталась в бедной домом. По-батюшке, может, я неправильно написала? 6 центнеров у нас с тобой 600 тысяч. А это не 600 тысяч. Это 6 миллионов. И в этих нулях, Господи Иисус, и здесь неправильно. То есть, тут 600 тысяч грамм, а тут 600... 605 тысяч грамм. Так, 80 тысяч самое. 80, а здесь 8. И не надо в комментариях мне писать, ну, наверное, он забыл ноль. 40 дм, 4 тысяч квадратов. 480 дм, 48 тысяч квадратов. Хорошо. Ой, матушка Иисус Христос. Ой, ой. Страшно это все. Порядок, что правильный. Длина метр, сантиметр, дециметр, миллиметр, километр. Дальше. Массы. Килограмм, грамм, тонна, центнер. Время. Час, минута, секунды, век, сутки. Ну, хоть правильно. Дальше. У нас с тобой номер 7. Один дециметр, 10 сантиметров. Один... Ну, здравствуйте. Один километр. А где еще один? Подожди, а это какое? Это с чем связано? Ага. Нет, один километр, тысяча метров. Неправильный. А где с тысячей? Ну, то есть, по сути, я не 100 должна была зачеркнуть. Я должна была зачеркнуть вот это, но это неправильно. Один час, это 60 минут. Чувствую, я будет два. Не знаю. Сейчас посмотрим. Два часа 120, 60 секунд, одна минута, 65 минут. Один час пять минут, один час... Один час двадцать... Почему двадцать-то? Они списывают друг у друга, что ли, я не знаю. Порядок действий нет. Устала я. Вот честно устала. Вот честно устала. Вот настолько много я об этом. О, 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 ладно. Все, все, беру, беру слова. Видишь, аж землетрясение началось. Я верну, я беру свои слова назад. Все. Вопросов, как говорится, не имею. Все, увидела. Увидела. Но почему-то дошло это только, наверное, после того, как я сказала, дети, а вы точно ставите порядок действий. Вот, видимо, в конце успела. Или как я там сказала? Не забывайте про порядок действий. Вот ей-богу. Господи, ну ладно. Хоть так, слушай. Так, давай проверим. Давай уж... Значит... Не понимаю я. Не буду, я не хочу. Восемьдесят два, как получилось. Я вопросов даже не задаю. Тут неправильно. Так. Здесь сто двадцать восемь, здесь ноль. Хоть списано-то правильно. А то сейчас еще и списано неправильно. Четыре. Четырнадцать. Матерь, боже. Ну, как решал, непонятно. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это два. Это два. И за внешний вид три. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы. Я читаю все ваши комментарии. Очень интересно будет вас послушать. Также не забывайте подписываться на канал на Ютубе. Ну, как бы, где вы сейчас смотрите все это. На телеграм-канал по ссылочке в описании. Также не забывайте прожимать лайк. И увидимся с вами в следующем ролике. Желаю вам всем хороших оценок и хорошего времяпрепровождения. Всех люблю. До новых встреч. И пока-пока.